В преддверии профессионального праздника Дня Российской Почты, который в этом году наступил 11 июля, на Соборной площади первые лица города и области поздравили работников с профессиональным праздником. Генеральный директор Почты России Максим Акимов, губернатор Колымы Сергей Носов и заместитель мэра Магадана Вениамин Троицкий лично пришли поздравить и поблагодарить отличившихся сотрудников, вручив им грамоты и букеты. Прежде всего хочу вам сказать большое спасибо за ваш очень важный, нужный, очень непростой, особенно сейчас, особенно здесь, на этой прекрасной, но суровой, надо сказать, земле за ваш труд. И не просто труд, но, наверное, без преувеличения такое подвижничество. Наш регион расположен далеко от центральных районов страны, но благодаря 49 почтовым отделениям, расположенным на территории всей Магаданской области, колымчане смогут получать любые посылки с разных концов не только страны, но и мира, а также пенсии и различные пособия. И с каждым годом эта компания внедряет в свою работу новые услуги и сервисы. Например, в начале лета Яндекс подписал соглашение с Почтой России по реализации быстрой доставки из отделений. Наверное, трудно представить сегодня государство без вашей работы, без работы профессионалов. Как работодатель Почта России занимает второе место по значимости. На благо региона трудятся более сотни сотрудников. В их число входят почтальоны, операторы связи, сортировщики, водители и контролеры. Мы наблюдаем, как за последний период времени, насколько серьезно меняются и подходы в работе Почтой России. Но думаю, что все основное еще у вас впереди. Поэтому позвольте пожелать вам здоровья, семьям благополучия. Берегите себя. Ваш труд очень важен для нас. Благодарственные приветствия также отправят в поселки по всему региону. Кроме этого, Почте подарили более 10 новых автомобилей, которые приобрели по программе господдержки отечественной промышленности. Таким образом, обновили почти треть автопарка. Машины останутся не только в Магадане, но также их отправят и в поселки Сокол, Талон, Армань и Устемчук. Кроме этого, Максим Акимов сообщил, что в этом году на Колуму еще доставят новые автомобили, которые будут способны преодолевать дальние расстояния.